Субтитры создавал DimaTorzok Куда все завлечь свои сети, чтобы он меня, вот, это я дичь, чтобы он меня использовал и моих этих, моих ребят, моих девчат, вот, еще раз говорю, это единственная в стране элита, так нас назвал Латинков, ах вы не знаете, господа ученые, кто такой Латинков, ну это ваша беда, так вот, значит, непредсказуемость дикая, одна из главных непредсказуемость выглядела так, то есть вы мне задали ниже вопрос, я специально еще не ответил, там крыша поедет, если только вопросы прочитать, у меня началось съезжать, тогда я сделал по-хитрому, размазал, Итак, вишня, к ней, к рону этой вишни молодой был привит, привита черешня, черешня через год-два умерла, вот, ну то есть практически это самое, как сказать, нет, наверное, сразу, ну, в общем, первый год или второй, брать не буду, значит, плоды стали крупнее, вот такие вот, видите, вот, которые на ладони, вишневые плоды укропнились два раза и достигли уже товарного вида, ну то есть, ну, среднестатистическое, она даже получилась крупнее, чем в основном в европейской России, это тоже мелочок, в основном, если еще не все погибли, и я беру, срезаю ветку, отправляю ее в числе в Калининград, иногда кажется, неужели это прикол, но госпожа Александрова, у которой на берегу этого Балтийского моря сад, которая мне прислала вот эту фотографию, сказала, я у вас выписала вишню с генами черешни, а получилась одна прививка, чистая черешня, а вторая плоды, ну, я тут искал-искал, сразу не нашел, потом забыл, а плоды были еще два раза крупнее вот этих, помните, там, пятикопейская монета, очень крупная, с нее, вот, а у меня, что случилось потом, потом оказалось на дереве два сорта, вот, и здесь у меня, я люблю так поговорить, у меня есть фотографии, где над ним же склонились, в этот день, может, через неделю раньше, неделю позже, два ученых, один доскобилов, фотография есть, а второй молодой ученый, который он привез ко мне, он привозил несколько раз молодых ученых, у него была цель, он видел, какая огромная разница в результатах, да, вот привез, говорит, может, он вам будет помогать, может, вы с ним поделитесь опытом, мне хочется, чтобы он, а он же был завлад института, он не шутка, он был заведующим лабораторией, вот, но каждый раз скачалось так, поговорили, походили, человек уехал, потом пообещал еще раз приехать, не приехал, потому что дожди зарядили, вот, такой был случай, вот, еще несколько случаев, и что им пока, я только из-за того, чтобы не позорить этого молодого человека, там два лица, доскобилов и его, вот, я их угощал с этого дерева, а его особенность, Владислав Валентинович Гугушкин, что когда я вот это отрезал, вот эти две ветки стали чисто черешними, хотя до этого были, почему вот эта обрезка сделала плоды еще крупнее, еще вкуснее, и листья стали, здесь плохо видно, вот, до других лучше видно, но там нельзя показывать, ну, чтобы не опозорить молодого ученого, вот такие листья, а рядом в листочке вот такие вот, разница вопиющая, я же не просто, я же им показывал, я рассказывал, я руками махал, но это невозможно было спланировать, вот вам один пример, вот, а вот это, мне кажется, только стоило чуть-чуть потеплее быть в Калининградской области, и вот она проявилась, вот эта вот сущность черешневая, вот, вот я и не стал показывать, хотел показать, но не стал, постеснялся, теперь смотрите, кто из вас видел вишневые листья и черешневая, вы видите, какие у меня получились, ни вишня, ни черешня, черте что, но, теперь скажите мне, что вишневая гибридация не существует, другое дело, я не ждал этих листьев, я не знал, что они появятся, да, влады вкуснее стали, чем кислятина, вот, видите, я назвал его иритативный дюк, а там, пожалуйста, смейтесь, вот, одно из моих чудес, это я прививал, этот самый крупноплодный, самый мой, надолго был самый крупноплодный академик, надолго из деревьев, он измельчал до такого состояния, вырос, дал вот такой урожай, 25 ведер, это только маленькая, вы знаете, сколько таких ведок у него было, о-го-го-го-го, потом, он еще жив, сейчас уже, конечно, по сенной пенсии, плоды не укрупнились больше никогда, веточки с него брал, помните, как я назвал, Артем, а потом оказалось, Артем это, я в честь сына назвал, а потом оказалось, что Артем есть такой сорт, тогда я назвал Артем 2, чтобы не путать с этим, с законным, мой незаконный, и веточки берешь, приливаешь, все, сохранилась эта мелочь, но вкус остался, это просто пример гибридизации, почему, помните, Валентин, вы меня спрашивали, укругляться ли, или измельчают, вот я вам пример укрупнения, пример измельчания, вот так я буду вас постепенно доставать, вот, вот это вот речь о гибридизации, но незаконченный эксперимент, не выдержал, потому что у него плохая совместимость биологическая, так, вот, это абрикос под названием Б-162, вот, прислал мне его с учеб, тогда он был сам авторитетный садовод, да, сейчас, по-моему, в России, из ученых, из настоящих, он из настоящих ученых, и он и есть настоящий ученый, вот он мне прислал черенки абрикоса, вот одна из них, не выдержал совмещения, так, плакать не стал, потому что плоды невкусные, я тогда понял, пусть теперь Канада нас догоняет. Ой, Владислав Агентинович, еще раз, доброго здоровья, вы сейчас поймете меня, если дойдут руки до темы наслаждения ментора, то вговорку еще вопросы по теме, это мне нужно начинать, во-первых, что такое наслаждение ментора, так же, крупноплодность ваших абрикосов, результат данного метода, ой, чего отвечать-то, что побудило к этому опыту, не отвечаю, что побудило к этому опыту, у Мичурина есть похожие опыты, но они не дали результата, почему климат, не те подвои, не там прививал, пусть, да вы все и там и догадались, правильно? Скелет не у самой корневой шейки, да вы все в точку, не те почки брал, или все вместе, или близок, но не смог. Объясняю, что я понятие, как я могу ответить, если я понятия не имею, допустим, есть такое понятие селекция, так, она основана на, это самое, на спаривании, на опылении, на том, что два организма дадут, третий организм, он что-то возьмет от одного от другого, надо в идеале, чтобы одного взял мороз, только если от другого взял качество плодов, и так далее, и так далее. Но, начиная с 19 века, все это перешло в 20-21 век, всегда, когда брали в работу селекция, я прочитал три, ГСУ выпускали свои, я всегда заметил, всегда тысяча экземпляров, а их, видимо, обязывали, чтобы они выпускали учебные книги, вот, и там были все те же, помните, эти рисунки, то есть 19 века, они не стали делать фотографии, они просто эти рисунки вставляли, все, и опять получилось штамп, опять получилось, даже корни обрезали, опять получились эти самые страшные раны, опять обрезка на кольцо, вот, опять перекопка почвы, все вот это было, и получалось, что сами себя обрубали возможность получать шедевры, ведь чем шедевреннее я, тем меньше морозостойкость, но тогда нужно к дереву не подходить, секатором, поняли? А они не поняли, идем дальше, а именно Мичурин, это Мичурин гений визгений, но я не знаю его агротехнику, агротехника никакого отношения к селекции не имеет, носит ли данный принцип универсальный характер, то есть на разных подвое получаем схожий результат, нет, к сожалению, лотерея, получим результат в отличие к климатическим зонам, я вам показал, вот вам ответ, я специально для вас старался, вот этого, видите, другая климатическая зона, а ветка с этого же дерева, как мог ответил, может кто-то повторял в иных с европейской рощей, в европейской рощей живет козел, как-нибудь надо мне ближе знакомить с ними, с Макаром Алексеем я знакомил, уникальный человек, вот сейчас надо забрать это самое, если вам ближе Макаров Алексеем, то это, товарищ ведущий, лучший ведущий России, возьмите его к себе в качестве ведущего, вот он большой, огромную пользу приносит, доказывает, 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 вы считаете, у него-то яблони на грушах, на яблони, на всем, еще с ним взять, вот, на каких подвоях удалось получить положительный результат, сибирки, ванчжорцы, и на сибирках, и на ванчжорцах, и на чем угодно, но, кое-какие вещи, я вам потом отдельно расскажу, может быть, даже не сегодня, какие результаты получаем на промежуточных прививках, ну, дай бог, по крайней мере, неплохие, но, планировать невозможно, ни на второй прививке, ни на третьей, что с мараторкой, с крупностью, полная, это самое, лотерея, что захочет, то и будет, если не закреплять, получил результат, крупную билость падает, наступает усредение, в одних случаях, да, в других случаях, нет, вот, смотрите, пришел ко мне 30-граммовый, да, мичуринский, ну, середнячок, но это не лучшая фотография, дошел до 100 и более граммов, причем взрыва, здесь рядом с ним самые крупные растут, Академия Королевский, Серафим и Фаина, он буквально окружен именем, и он на него внимание большое растет, никому не мешает, мать, а, то, что авторитетность предает, что это абрикос мичуринский, в один год как дал 100-граммовые плоды, да ладно бы два, то есть урожай был такой, вот это было, а вы говорите это, закрепить, буду закреплять, как, объясняю, и так, все-таки я хоть и пару руками развожу, хоть и нагоняю туману, потому что сам не знаю, но, у меня заготовлены веточки, супер Серафима, Королевского, Фаины, академика самого крупноплодного дерева, так, что у меня сейчас есть такое, так, поздний Филиппева, вот этот 100-граммовый мичуринский, шесть пальцев загнул, я теперь их все пущу третьим этажом, у меня полно молодых деревьев, где нам, маньчжурцы, привиты уже в крупноплодные, в принципе, они же, но, мне же нужно супер Серафима испытать, он из другого места, хоть и мой, но из другого места, понимаете, вот, мне нужно закрепить Филиппева, поздний Филиппева, а он у меня на маньчжурце, маньчжурец может его испортить? Да, отвечаю я, Гурушкин, может, а может, еще и лучше будет, но мне что-то, следующее поколение в России, а почему намажутся? Опять давление, этого, понимаете, я не утверждаю, я опасаюсь, опять давление подоя, не дикого, они давно уже, полукультурные, но давление будет, а потом еще поколение, а я возьму его на Карлевский превью, Карлевский троэтаж, а я третьим превью, Супер Серафим, а я третьим превью, вот эти веточки, вот они, в руках держат, вот, то есть, это работа бесконечная, но, господи, у меня же, как бы вы ни это, не говорили, Константинович, живи до 100 лет, скончается моя жизнь, вот сейчас крупную партию превью, буквально все напрягаем, на тысячу, сейчас у него пойдет, сейчас не пойдет, руки уже не те, надо вам эту самую, два совета дать, время осталось, 15 минут, а так еще ничего, нужно ли использовать, каждый раз новый подвой, можно использовать старый, и нужно и новый, и можно и старый, вопрос, поставить цель, нужна бы какая-то, четкая линия, понимаете, здесь работаем, только с новым подвоем, а здесь, только со старым подвоем, у меня же, мой дружеский абрикос, плодносит 30 лет, и я все время на него, это самое, почему, во-первых, привыкли к нему, они же уже, опыляли друг друга, пусть без отщатия, но опыляли, вот, и даже каким-то, этим самым, скажу я, телегония, залезьте в правосики, в словари, посмотри, что это такое, а, псевдонаука, а, эти-те-те, а почему, у меня даже манчжурец, родной дерево, это огромное, почему на нем уже, плоды стали, эти, за эти годы, стали полукрасными, они всегда были желтые, у меня же, фотографии есть, ну, с Кабрилом, первый раз сделали фотографии, 25 лет назад, вот, для его книги делали, попросил, и получается, или работаем старым подвоем, а это все, один способ настроения, а другой, да, каждый раз новый, почему, а че мне это самое, я рискну, каждый раз подвоем новый, а вдруг выстрелить, вы знаете, как мои эти, черенки, у Латинкова выстрелили, вы видите, эти, какая красота, ну, где они, что вы хотите-то, чтобы у Латинкова и не получилось, а он взялся закреплять, он и так, ну, закреплял, что я их и не узнал, это я говорю, так, с юмором, потому что, я им восхищаюсь, вот, поняли, да, далее, ну, извините, я разговаривался, а как можно строго говорить, берете, косточки, с одного, еще надо вырастить, дождать оплодошение, по двое, пять, шесть лет ждать, по двое, потом берете их, я не хочу отправлять, в это, в будущее, замученный, даже молодой, тот может руки опустить, вон они в холодильнике, по двое-то, а я сейчас покажу, как они сходят, сейчас заканчиваю, вот это, а потом надо еще, два совета по привилке дать, забуду, два хитрости, и так, есть опыт выращивания, с гибридной косочек, после процедуры, на состоянии метра, ну, берем, берем, Ваулина, есть, только я бы сейчас, мог открыть, нет времени, открыть его эфират, открыть его доклад, и тогда я вам показывал, все, проехали, Гугушкин, я вам отвечал так, столько слов теперь, только о деле, и так, все вот это, что вы хотели бы услышать от меня, я изложил в виде короткой инструкции, это бывает на грани гибели, по двой и привой, как можно далее, по эволюционной лестнице, только прививки, несколько поколений, и дайте мне еще один, два года, постулат Железова, вегетативные гибриды существуют, но в единственном числе, вот, когда ни папу, ни маму, извините, это вегетативный гибрид, он не один такой, я вам сейчас только показывал этого, вот, выстрелил, выстрелил, на королевский превью, на академика превью, мне надо сохранить эти качества, они же, они же уже в следующем году, могут опять стать, если вы работаете, теперь, еще дайте мне один, два года, гражданин Гогушкин, вот, один из примеров, я и подчеркиваю, очень сложно, с семечками культурами, яблони и груши, изменить их с помощью вегетативных, вот тут, наоборот, семенное, развожу руками, сдаюсь, все, что я призывал привать, я имел ввиду, вишни, черешни, в общем, все косточковые, эти самые, абрикосы, сливы, вот, косточковые, вот она, семечка культуры, когда я привил, я достал, человек достал, официально, вот, сейчас скажу, в Россошанской станции садоводства, увлеченный садовод, ныне покойный, Сашему Небесному, мой друг Чижик Николай Иванович, мы с ним делились, гряточка от него, вот они, шорт этот, этот самый, богатырь, у них есть особенность, они плоские, достаточно, они всегда рассудят вот так вот, не спутайте, вот так, я бы хотел, и я, я бы хотел лоткнуть, я уносил мощную ветку, она много лет нас кормила, на ранетке, она не давала ранетке стать мелкой, понимаете, это одно из моих наблюдений, которые, вот опять же, вы задавали вопрос, у меня ранетка по двойку, укропнила, не укропнялась, она не мельчала, потому что у меня было три крупноплодных сорта яблок, привито, и это была самая мощная ветка, лидирующая, на ранетке, ранетка стала крупной, вот, и, наконец, я перенес ее, ну, я уже, видно было, что ранетка хиреет, вот, ее уже, Сергей хотел уже выпиливать, вот, я взял, перенес веточку, у меня есть теперь молодое дерево, все бы ничего, попробуйте, ну, чтобы быть настоящим опытом, Валентина, тут надо сто деревьев, так, лучше бы тысяча, и раз навсегда сказать, мы получаем новый шедевр, благодаря подвою, подвою, как видим, дал окраску, вот, а потом кто-то мне сказал, не буду дознать фамилию, всем известную, ах, будет, и даже не вкусный, привез, сказал, Тосинов, пробуй, ну, уже поняли, вот, и сейчас на этом мы закончим, вот, я очень рад, что, когда раз, практически присутствует, мой друг, главный редактор, вот его журнал, реплик, и вот, ну, извините за то, что, может быть, я тут сережку, заворачиваю, но это я шучу, дело в том, что, вот это журнал, еще несколько, они пошли по рукам, Александр Алексеевич, кто-то мне вот это вот испортил, они пошли под руками, а как не дашь, тут же, железо вспоминается, где, а кто вспоминает, казалось бы, все отворачиваются, а вот, доцент, темирязевки, доцент, заметьте, не те выпускницы, которые выращивали траву, а получили за траву степень, а сунулись учить, как это, грушу или абрикос, не знаю даже, что с косточек абрикос можно получить культурные плоды, еще культурные мамы, папы, даже этого не знают, а вот настоящий ученый, вот, он что сделал, я уже раз показывал, но я сейчас отвечаю конкретно Валентину Гугушкину, смотрим, значит, он взял, и просто, это рассказ об одной из выдающихся садоводов прошлого века, позапрошлого века, почему, потому что Михаил Николаевич Раевский стал президентом императорского общества садоводов, ну пусть это общественная организация, но президент, вот, и вот что получилось, дело в том, что он, наверное, все-таки, когда уже несколько статей моих было напечатано, реприком, да, вот в этом же журнале, да, уже, а он-то печатал как, ну, железо вот такое, возмутите, с такого еретика, ну, маленький такой, ну, что-то кусается, что-то там, лает из-под подворотни, но, но, там рядом такие люди, это крупнейшие ученые, это Тимирязевка, и вот один из них, рассказываю, рассказываю, но не смог он удержаться, не смог, посмотрите, ничего тут про меня вроде нету, а сейчас самое главное, и так, рассматривая взаимное, это по нашей теме, гражданин Гугушкин, это я к вам, рассматривая взаимное влияние подвоя и привоя, внимание, еще раз, взаимное влияние, ограничився выводом, что рост привильки прямо зависит от того, насколько сильный здоровый подвой, и уже вот с этого момента я начинаю, не то, что это, но у меня начинает крыша ехать, рост привильки зависит от подвоя, все говорят, да, у меня же и абрикосы говорят, ой, у вас нет небольшого абрикоса, чтобы он не занимал площадь, я говорю, нет, все привиты на манжуре, сам манжуре, такой, а почему, он берет, и в два раза увеличивается размер, это уже не вегетативная гибридизация, которая не существует, которая в женаука, как ваши эти, уважаемые, уважаемый, уважаемый Александр Кулинкамп, ваши выпускницы, меня приговорили, и Мичурина заодно, ведь они цитировали, не из-за меня, что вегетативную гибридизацию, это же наука, они цитировали, как тех, кто Мичурина, а я уже так под раздачу попал, и вот, сильный здоровый подвой, увеличивает рост, для меня это уже, а с чего ради, я еще, знаете как, вот, пусть у меня осталось много времени, но это важнейший момент, и меня все время мучает, и до сих пор мучает, почему я вам не дал точно ответа, потому что, когда мы совместили подвой, привой, я точно знаю, что корни вырабатывают, и подают, и вырабатывают, делают его совершенным, но они берут антифриз, с нижнего, абрикоса застерживают, с нескольких метров, а можно даже с 50, если дерево, трехэтажный дом, 50 метров вниз, а мы в него вовремя, когда он был маленький, привили, вживили, культурный, и получается, что сокнем морозостойки, пошел по-культурному, так нет, может, уже это, и никакой гибридизации вегативно не существует, может быть, это делает его уже морозостойким, и совершенным, в том плане, что выдерживает даже переезд на тысячи километров, на север, на тысячи километров, плоды-то меняются, тогда еще придумал, плоды не обязательно меняются, чтобы мы геном изменили, наверное, это и невозможно, наверное, у него, видите как, я хотел в другой раз, но открываю секрет, он не настоящий вегетативный гибрид, не тот, что подразумевается, что его ядро искалечено, вот эта прививка, это, что внедрились гены, как агрессоры, переломали, переломали всю РНК и ДНК, переломали, и почему-то, а тогда это называется уже это, химеры, меня из-за химеры уже приговаривали, но я говорю, что у него было позади 5-10 страшных перемен климата, когда все погибало, а потом вылазила, где-то косточка из земли, а потом расцветало, а потом миллион лет, все прекрасно, потом опять погибало, и опять наступала Сибирь, и каждый раз у него культурность не исчезала, мне не нравится слово испортился, мне не нравится слово одичал, не одичал, приспособился, и когда я его дал возможность именно с помощью настроения ментора, они уже поколения, 2-3-3-4-4, я не стал вам подробно объяснять, вы это и так знаете, вот, каждый раз ему становилось, становилось все больше, не уезжая на север, на юг, обратно в Италию, здесь я ему создал условия, не климатические, а запас прочности такой, что с каждым поколением ему все легче живлось, и он смог развернуть от дедов, от прадедов, от пра-пра-пра-пра-пра, миллион для раз, прадедов, свои культурные качества, которыми он обладал, это не то, что нам голову морочили, дикарь, дикарь, давай чуть круглее, чуть слаще, и так вот, от такого до вот такого, нет, все это было, культурные сорта были, когда у нас даже, не то, что без хвоста, с хвостами нас не было, понимаете, вот это самое главное, что я хотел сказать, а сейчас дочитываю, вот, фактически я вам секрет открыл, это витеринная гравизация, но особая, другого типа, предположение о том, внимание, дочитываем, я считаю, что уже, уже жизнь не зря прожил, хотя бы таким образом, открывая секреты, прививая дерево, это, он, Раевского, объясняет его, прививая дерево, мы ускоряем начало плодошей несколько лет, согласен, даже один и тот же сорт, привык на себя, скорее дают плоды, конечно, но предположение о том, что дичок несколько облагораживается, подливанием прививки, то есть не от дичка пошло каких-то качеств, а от привитого к дичку, и может дать изменённое в размере и в качестве плоды, которого, судя, по нескольким публикациям в Вестнике, сегодня придерживается, например, известный садовод железа, ну может же, оказывается, быть нормальным это садовод, уже это-то не сказал железово-проходимец, Раевский считал неверным, понимаете как, он взял умнейший мужик, дипломат, ему надо было в министерстве штата и дел, вот, такой дипломат, он не стал своё мнение говорить, понимаете, он и возложил мнение человека, который жил 100 лет назад, вот в чём дело, вот как получилось, но, вопрос, да, повис, смотрите, Раевский считал полудительно неверным, то есть, что я говорю, это, облагодарю сападой, в качестве доказательства он привёл пример дерева, на котором привиты несколько сортов, поняли, почему я эту статью нашёл, несколько сортов, сохраняющих свои сортовые особенности, питаясь от одной корневой системы, например, а, наконец, прививка позволяет культивировать известные виды на таких почвах, где они сами по себе не росли, согласен, никакого спора, например, абрикос и персик любители сухих лёгких почв, могут расти, планы, на тяжёлую веленицу почв, если их привить на сливу, всё согласен, всё право, никаких этих, вот, но он уже ушёл от этого, сказал, что, ну, то есть, для него Раевский, нет, он даже не сказал, что Раевский прав, он просто считает, что Железов сказал, что подбой облагораживается, а Раевский, что не облагораживается, ну, а дальше про подбой кассистим, это уже другая тема, вот, вот, смотрите, чтобы преодолеть несовместимость подбой, прямая, применяется двойная или промежуточная прививка, про прививку, нарослый, наносимый сорт, который, говорит, столк ровно, на него желаемый сорт, ну, и то, что я говорил про прививку полукультурного сорта в качестве летообразователя, я не спорю, это не я придумал, я это использовал, это знают все, дикой, полукультурный, культурный, вот, пожалуйста, и здесь, то есть, я, кажется, и не болтун, я правильно это рассказал, у меня был летообразователь, полукультурная груша, очень вкусная, под названием северянка, а на ней, вот, 10 прошло, 2 погибло, ой, там, все рассказывал, ну, что, посмотрели, для чего я это говорю, дело в том, и вот еще, я не могу, вот это я вам показывал, но я не могу успокоиться, потому что я говорю впустую, а я говорю о серьезнейших вещах, потрачу несколько минут, и так, Япония, нет, в следующий раз расскажу, вот, потому что действительно, это мое время стекло, но про это скажу, что мешать тебе вредно, про Японию в другой раз, что программа для студентов должна включать настоящую учебу и практику, понимаете, вот, я когда там был в этом саду, я показывал фотографии, разговаривал с доцентом, этот доцент учил и посреди лета, а у них была производственная практика, лучше бы ко мне бы прислали этих студентов, вот, и он их учил прививать, они там все были в купальничках, жара была под 40, как дикая жара, ну, 35-то точно, крыша ехала, вот, я это все смотрел, и он их учил, так, но, главное для студентов, вырасти дерево, вот, посмотрели за счет, просто, может быть, даже, может быть, даже, ему скажут, вот, возьми две ветки, совмести, вот так вот обмотай, вот, потому что посреди леток, что только от природы, надо, чтобы он весной привил, и пока он учится эти 5 лет, чтобы дождаться урожая, понимаете, не пошло, ошибки, разломал прививку, ошибки продолжили, вот как надо, в июле месяце, в конце июля, учат прививать, это значит, учат формально, ну, так же, как вот сейчас возьму два карандаша, вот так вот сделаю косые свежие, обмотай, все, повтори, а должно быть не так, первое, студенты должны обшарить всю страну, я называю громко фамилию, уже назвал фамилию двух европейских наших садоводовлюбителей, я считаю, выдающийся садоводовлюбитель, уральский, а сколько раз фамилия называлась, выдающийся, сибирский, в Сибири выдающийся, и молодежь, которая уже много умеет, и пусть где хотят, пусть изучают все мои 175 вебинаров, пусть мы эти, захажут мы эти диски, там опять есть телефоны, есть адреса, и все, поехал, не важно, где-то деньги достанешь, чтобы в Сибири привезти то самое, то же самое, манджурский абрикос, и вырастить деревья, вырастить на планшетах, а потом подавать зачетку, и уже не зачетку, уже диплом, вот это должно быть, и вот этот еще раз, но последний, я не могу, вот, у меня есть кино, я его снял на рынке, вот смотрите, выражает 2016, рынок Севногорска, и поселок Сизай, вот тогда, кстати, я проверял, где мы, как у меня растет Серафим, а в 21 году, спустя еще 5 лет, он оказался суперсерафим, и Валентин Гогушкин, никогда, ни за что, я сам не ждал, это шок, у меня 3 фильма доказательства, что это мои деревья, а не кто-то где-то привез, и вдруг они оказались, вот, это был шок для меня, вот, мы же разные годы снимались, вот, с днем, 2015 будет, и я хожу по рынку, фильм состоял из двух частей, вот, здравствуйте, здравствуйте, ну, видели многие этот фильм, вот как дела, как это, и вот это, женщины, Константинович, а у меня абрикосы, вот такие покажут, я говорю, не может быть, она берет помидор и говорит, вот, и вот это вот, когда я взял, заснял с экрана, это же мой фильм, мой фильм, вот эта поза, что человеку действительно, из косточки, удалось получить вот это, я верю в это 100%, так не обманывать, понимаете, и не за свой казачок, и не актер это, я сам не ожидал, а дерью сейчас искать и встать, с косточки, вот это вот, а нам все это, дички и это, вот, а этого, мошенничество, ябран, так, ну и наконец, два коротких совета, и начали, а там, вы ее их, кстати, фильмы, я продолжаю, каждый день снимать, у кого не жалко, стоили 200 рублей, присылайте, не мне, не пойдут, вот, не мой карман, поэтому, ну, как бы, чувствую себя сопричастлив, вот, а еще скажу, еще, нет, начали два коротких этих, итак, вы готовитесь к привычке, у меня советов много, два стихи не рассказывал никогда, первый, у меня на даче висит груша, прежде чем начать привать, я со всей дури, вот, со всей дури, а у меня уже пальцы плохо сгибаются, кое-как удается почти согнуть, ну, как называется, я не знаю, вот, я наношу 100 ударов, каждый кулаком, бам-бам-бам, течет несколько минут, со всей дури, и вся энергия переходит в пальцы, вот, теперь, заведите грушу, хорошо бы настоящее, чтобы удары были, и чтобы это, не мягкая была, не твердая, а какая надо, вот, и тогда привайте, у вас вся энергия будет вот здесь в пальце, я знаю, что говорю, я знаю, когда человек делает 40 привок, все мертвы, а он делает не хуже меня, я сталкивался, а второй делает 300 привок, и все мертвы, ну, может, кроме пяти, я долго искал этого объяснения, потом понял, все в энергии, и второй совет, я давал лет 15 назад, в одной из, даже еще туда кино, я не снимал, в одной из публикаций, в сибирских газетах, значит, совет такой, прежде чем вы встанете прививать, прямо перед прививкой, вы должны заняться этакой особой медитацией, сели, можно встали, подняли руки, и представили себе, что вы держитесь, висите над пропастью, и вот кончиками пальцами держите за карниз, смотрите вот так вниз, обязательно посмотрите, и представьте, что там на глубине километра пропасть, на дне маленький ручеек для наглядности течет, из такой высоты маленький ручеек течет, хотя это может быть большая река, с высоты километра, и теперь представьте себе, что сейчас пальцы оторвутся, если сможете себе представить это, научиться, вся энергия опять будет пальцами, и тогда у вас будет стопроцентная проживаемость, проверял, я люблю давать советы, в этом День Учителя меня поздравляли много людей, так что я пытаюсь оправдать себя, вот эти два совета, и наконец последнее, ничего, что 10 минут просрочил в свое время, значит у меня, это первый попавший снимок, это называется переходный период, это когда еще саженцы выращиваются, так, еще, но уже некоторые, не будучи проданными, у меня снимки поярче, но я последнюю секунду догадался, я вчера ходил по саду, и сегодня, вот, специально ходил, вот эти вот, он вырубил, вот это вырубил, я вам показывал еще дерево, такое же прекрасное, амуро, помните, я еще ругался, не на Сергея, нет, на то, что нам землю не дают, у нас же тут миллионы этих самых зарастают, а она, подумай, что она покрылась соснами, пятиметровыми, земля сельхозназначения, все, святое, вот, а на самом деле предательство, а впереди импортозамещение, а Сергей, его уже нет, он уже вырубил, и еще пять баев вырубил, кроме амура, того вырубил, да, сейчас подросло еще поколение, они сейчас от двух до двух с половиной метров, вот такие штампы, растут на таком расстоянии друг от друга, продать сразу не удалось, так, это штучное изделие, вот, он хитрил как, что если ты берешь получается по 1200, а если 6 берешь, то уже получается по 600, по 600, бесплатно, но не получилось, и так они растут, и теперь остается так, он говорит, ну дальше растить бесполезно, еще год, они уже мешают, подпитомник другого места нет, он возьмет топор, я говорю, Сережа, я завтра же пойду навешивай леточек, те, которые вот так растут, один нам можно оставить, как маточек, но два маточек вот так не оставишь, да и надо какое-то место под этим, подсаживаться, я буду, приедут к тебе, или тебя нет, ты сидишь на кране, у тебя посменная работа, потом надо спать, тебя надо привить, тебя надо сотни саживцев на слайд по почте, вот, я кое-что помогу привить, но главное, я вот эти перероски по 500 рублей буду уговаривать, а вдруг у человека, вот я же, серьезно говорю, вдруг у человека умрет, я говорю, так за 500 рублей не так обидно, но здесь иди, один, два умрет, ну и человек будет сам копать, у меня уже здоровья нет, и на тебе лопанцу, гони 500 рублей, выкопали, я беру и отрезаю три четверти крови, куда он денется, поняли о чем я, вот это я последнее хотел сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!